В армию призывники, согласно новому положению, отправляются уже в военной форме. Из последних минут гражданки могут почувствовать на себе тяжесть солдатских бушлатов. Но эти новобранцы будут привыкать недолго. Их призывают в элиту вооруженных сил. Мы сегодня призываем и отправляем войска, 50 человек в количество аэромобильных войска, из лиц граждан, которых в психологическом плане отобраны, соответствующие по образованию и физически подготовленных ребят. Серик Байтулиби родом из Туркестана. К армии готовился несколько лет. Как говорит молодой человек, и дальнейшую жизнь посвятит войскам. Я рад, что все-таки добился того, чтобы меня взяли в десант. Долго к этому готовился. Я хочу дальше остаться служить в войсках по контракту и стать кадровым военным. А всем тем ребятам, кто пойдет после нас, хочу сказать, не нужно бояться армии. Долг каждого мужчины – защищать родину и свою семью. Всего в этом году ряды республиканской армии пополнят полторы тысячи молодых южноказахстанцев. Помимо аэромобильных будут служить в пограничных войсках, в Национальной президентской гвардии и при комитете по чрезвычайным ситуациям. Родные отправляют сыновей, внуков без страха. Сегодня армия не та, что десятилетия назад. Сегодня в армию уходит мой внук, но мы не переживаем за его службу. Сегодня войска обеспечены всем необходимым. Нужно лишь честно служить. Я желаю всем, кто сегодня уходит в армию, отслужить достойно и вернуться к своим семьям. Теперь от ворот областного военкомата команды новобранцев будут уходить почти каждую неделю. Закончится призыв 31 декабря. Даня Архудайбергенов, Николай Иванов, Роман Примкулов. Информационная служба телекомпании Отрар.